всем огромный привет с вами лиза и добро пожаловать на мой канал если вы впервые на моем канале то еще раз добро пожаловать в этом видео я сделаю тур по нашему дому чуть больше года спустя после его покупки дело в том что в сентябре 2020 года мы купили свой дом в лондоне это старый дом он построен в 1880-х годах это викторианский коттедж с двумя спальнями то есть по рамкам наверное восточной европы это скорее считается трехкомнатный дом мы делим стены с соседями то есть по рамкам опять же восточной европы это что-то более террасного это называется рядный дом или что-то подобие там хаоса не на сто процентов но похоже ну в великобритании называется террорист house если вам интересно посмотреть классификацию домов и вообще узнать чуть больше про различные дома у меня есть также видео на этом канале про дома собственно дом мы купили в ипотеку выплачивать нам ее еще долго но естественно в ремонт мы решили сделать еще один момент не обращайте пожалуйста внимание на мой внешний вид дело в том что я болею у меня простуда я постоянно чихаю кашляю именно поэтому на этих выходных мы остались дома у нас была возможность все хорошо помыть отмыть привести дом в хорошее состояние где такую можно сказать генеральную уборку я решила заодно почему бы не снять тур по дому хотя выгляжу я мягко сказать наверное не очень хорошо и голос у меня наверное несколько гнусавый из-за того что у меня из-за того что у меня немножко заложен нос так что просьба не обращать внимание когда мы купили дом он был достаточно плачевном состоянии он был в жилом состоянии но он был в не ухоженном состоянии потому что люди которые жили в нем до нас пять лет они не изменили ничего у нас есть сервис на который можно посмотреть фото дома как он выглядел когда его покупали допустим если это произошло в последние десять лет так вот мы видели как он выглядел когда покупали его бывшие владельцы и выглядел он абсолютно также каким он остался нам то есть они ничего не меняли даже не пофиксили давление который напор воды из-под крана который можно сказать отсутствовал так вот мы поскольку нам повезло потому что мы купили в дом когда действовала налоговая скидка и мы достаточно много сэкономили на stamp duty мы решили эти деньги потратить на ремонт я не буду рассказывать о том о хронике нашего ремонта потому что все это задокументировано и существует на этом канале специальном плейлисте ремонт я не могу сказать что мы закончили ремонт потому что ремонт никогда не заканчивается потому что закончил закончишь одну комнату через два месяца уже хочется менять все в этой комнате покупать новую мебель меня дизайн собственно у меня уже есть идеи по тому как что поменять в каких комнатах но надо сказать дом я бы сказала на 90 процентов в жилом состоянии есть вещи как на который конечно же бросается внимание какие-то недоделанные моменты но они не мешают нам жить поэтому в последние три месяца наверное мы вообще практически не занимались ремонтом потому что до этого мы почти год им занимались постоянно почти каждые выходные поэтому мы решили наконец-таки отдохнуть и посвятить какое-то время себе и заняться собственно делами которым которыми мы занимались раньше до покупки дома в том числе встречами с друзьями походами по ресторанам благо что локдауна у нас сейчас никакого нет в лондоне ну что наверное начнем это видео потому что уж слишком долгое получилось вступление поэтому поехали давайте я покажу вам наш дом ну а для начала давайте вспомним как дом выглядел до ремонта спасибо за просмотр! Before we go, guys! Smell the cast! Бороскинг 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Действительно, я год ищу красивое хранилище, не могу найти. Но вроде как одно мне наконец-таки присмотрелось. Диван, столик, камин. Наверное, вот этот уголок, который мне больше всего нравится. И я ничего в нём не хочу менять. От картины до кресла, до камина. Зеркало и всяких симпатичных вещей на полочках. Собственно, не буду долго распространяться. Потому что, как я уже говорила, здесь всё такое же, как было во время тура по гостиной комнате. С момента съёмки тура по ванной комнате здесь изменились несколько вещей. Во-первых, это цвет вот этой вот главной стены. Но это я снимала, когда я снимала влоги, по-моему, это было то ли в январе этого года, то ли в декабре прошлого года. Мы перекрасили эту стену. Так что, я думаю, многие из вас знают, что ванная комната выглядел не так, как она и выглядела на самом первом виде. Здесь я прикупила всякие органайзеры для макияжа. Изначально макияж у меня хранился в испании. Но я поняла, что наношу я его перед выходом из дома. И наношу я его всегда в ванной комнате. Поэтому у меня макияж теперь хранится здесь. Мы перевесили нашего навозного жука сюда. Теперь у нас висит вот здесь. Дверь мы планировали поменять, но так ещё не поменяли. Сейчас у нас возникают различные сомнения по поводу того, стоит её менять. Стоит ли вкладываться ещё больше в ремонт дома. Или всё стоит оставить, собственно, так, как оно есть. Пол, в принципе, мне очень-очень нравится. Единственное, что мы не подумали и выбрали белую затирку между кафелем. И она очень маркая. Вчера мы провели целый час со специальным средством, пытаясь её снова восстановить до практически белого цвета. Ну, а здесь у нас также два плаката. В том числе вот этот вот интересный винтажный плакат. Это даже не плакат, это просто вырезка из газеты, точнее, из журнала. Тысяча, по-моему, восемьсот девяностого года или тысяча восемьсот восемидесятого года. О, тысяча восемьсот восемьдесят третий год. То есть это настоящий вырезок из винтажного магазина, который мы купили в городке Уитби в Йоркшире. И она стоила, по-моему, пятнадцать фунтов или что-то в таком духе. И я решила её сюда повесить как дань возрасту нашего дома. Потому что я думала, что как раз-таки люди, которые купили этот дом, они вот читали вот такие газеты. Поэтому это крайне интересно. Ну, а здесь тоже какой-то винтажный постер, тоже, собственно, из какого-то магазина. Вот этот уже принт. То есть это репродукция, а не настоящий винтажный постер. Ну, а это настоящий винтаж. Здесь у нас ничего не изменилось. И на кухне у нас тоже ничего не изменилось. Хотя я, конечно, говорила вам, что мы поменяем некоторые вещи. В том числе, допустим, мы планировали сделать здесь такую небольшую барную стойку. Но просто до этого не дошли руки. А так кухня выглядит абсолютно так же, как она выглядела на видео про тур по кухне. То есть это, наверное, та комната, которая вообще не потерпела, ну, ни малейших изменений. Ну, и, конечно, гостиная комната, просто потому, что перерыв между этими видео вообще всего никакой. Итак, спальня. После того, как я снимала тур по спальне, она немножко изменилась, как вы можете сказать. Как вы можете увидеть, цвет вот этой стены поменялся. Также поменялось изголовье у кровати. И поменялись тумбочки, которые скоро снова поменяются. Дело в том, что у нас случился факап, и мы поняли, что с такими тумбочками у нас, к сожалению, не открываются ящики кровати. Но какой же ремонт без факапов? Мне кажется, стоит снять отдельное видео про ошибки в ремонте. О том, собственно, о чем мы не подумали при начале ремонта. И, собственно, о том, что я бы сказала себе, если бы могла телепортироваться во времени. И могла себе выдавать советы. Собственно, здесь у нас висят вот такие вот, не знаю, корзинки из Таиланда, как декор. Хотели сначала сюда повесить всякие различные рамки, но побоялись, что если они на нас упадут, то у нас, не знаю, будет какая-нибудь травма головы. Поэтому вот эти корзинки, они настолько легкие, что, собственно, если на вас даже упадет самая большая, вообще ничего не произойдет, максимум вы проснетесь. Шкаф у нас так не поменялся, собственно, шкаф у нас такой стоит, как мы и купили. То есть это два отдельных шкафа из Икеи. Каждый стол 125 фунтов. И выглядят они неплохо. Ну, а сверху мы кладем, собственно, все, что не помещается в этот шкаф. Например, у меня коробка со всякими моими принадлежностями, в том числе для снятия лаков всяких, всякие толстовки, которые прямо очень большие, мягкие, домашние, которые я ношу в холодные дни, которые никак не влезают в наше ограниченное пространство. Здесь у меня вот такая вот тумбочка. Она уже была, когда я снимала тур по комнате, поэтому я не буду про нее долго распространяться. Она используется по делу, но сумок в ней уже мало, потому что мы нашли новое место для сумок. Ну, и здесь, собственно, можно как-то покрасивее это организовать все. Здесь у нас всякие растения и, не знаю, всякие декоративные вещи. Что касается второй спальни, то вообще ее не видели. То есть я не снимала преображение этой второй спальни и вообще мало показывала ее на своих видео. Дело в том, что я ее вообще не считаю законченным вариантом. В принципе, по идее, и в спальне у меня есть какие-то моменты, потому что, например, я хочу этот комод убрать и поставить сюда стол. Потому что после года жизни в этом доме я поняла, что хочется работать, когда работаешь из дома, рядом со светом. Вторая спальня, она невероятно темная. И мне, например, всегда приятнее работать, особенно в солнечный день, вот в этом углу, рядом с окном, было бы просто замечательно. Я замерила и поняла, что вот этот вот небольшой стол, который у нас стоит во второй спальне, сюда как раз-таки поместится. Нужно просто купить стул. Но на место вот этого стола нужно будет купить стол побольше. Мы уже нашли стол, который нам понравился в Икее. Осталось только, собственно, подождать зарплаты и его купить. Сюда мы приспособили ковер, который изначально предназначался для спальной комнаты. Но, опять же, это был мой факап. Я поняла, что с этим ковром будет не открыть ящики кровати, которые у нас в торце, не знаю, внизу кровати. Поэтому ковер перекочевал сюда, и мне кажется, сюда он даже неплохо вписался. Буквально сегодня мы повесили, наконец, на стену постеры. Мне они очень нравятся, как всегда, с Etsy. О недостатках этой комнаты. Стена просто невероятно маркая. Вы можете уже видеть какие-то чёрные пятна на стене. И я с ужасом думаю, что её придётся перекрашивать. Из недочётов. Почему я считаю, что эта комната не закончена, помимо мебели, которая здесь немножко поменяется, кроме дивана и комода. Собственно, видите, здесь вот эта дверь, она деревянная, из ТСП. И она по цвету отличается от другой части комнаты. Поэтому нам нужно немножечко убрать неровности, купить планки, прибить по углам. То есть всё будет немножко по-другому выглядеть. Здесь у нас полностью отсутствует второй плинтус. Поэтому вы можете увидеть тут бетон и так далее. Поэтому это нужно будет тоже купить. Единственный минус, что плинтусы, они все там длиной 4 метра. Поэтому мы не можем пока что просто приехать и купить. Конечно, может быть, попробуем найти. Не обращайте внимания на ёлку. Мы собираемся её скоро ставить. Поэтому она здесь стоит и ждёт своего часа. Ну а здесь мой любимый уголок. Здесь комод, тоже плакат, макроме, зеркала и всякие различные вещи, которые тут стоят. Всякие различные украшения. Вот тарелка, единственное, она, наверное, сюда не совсем подходит по дизайну. Она всё же перекочует потом обратно на первый этаж. Этот комод очень вместительный. Он из Икеи, как вы можете догадаться по дизайну. Это дорогая коллекция комодов Икеи. Я не помню точно, сколько он стоил, но, по-моему, он больше 300 фунтов стоил. И он невероятно вместительный, невероятно удобный. Это раньше был мой комод в спальне в нашей съёмной квартире. Но вот он сюда-сюда перекочевал. И у нас здесь хранится всякое бельё постельное, всякие вещи для моих съёмок. Там, например, вот этот вот я могу открыть. Здесь всякие мои камеры, вот моя камера, оборудование. В общем, куча всего. Очки почему-то солнечные лежат. В общем, здесь очень много всего всяких аксессуаров для спальни. Обычно эта лестница у нас здесь не стоит. Обычно мы её просто убираем. И там у нас чадак. На чадаке, собственно, ничего не изменилось. Как он выглядел, так он и выглядит. Кроме мебели, скажем так. У нас здесь появился вот такой вот шкаф. И здесь вся несезонная одежда. Ну а так здесь просто большая-большая кладовка всех наших вещей. Ступеньки тоже не до конца закончены. Дело в том, что по всей стене я бы хотела повесить наши фотографии из путешествий. Но для этого мне нужно их сначала выбрать, напечатать. И потом мы уже повесим. А рамки у нас уже есть. Вот так выглядит лестница с другого плана. На самом деле мы рады очень, что положили ковёр. Потому что он действительно смягчает подъём по лестнице. И ковёр мы нашли такой, который нам нравится по дизайну. Что касается гостиной комнаты. Опять же, это не на 100% законченный вариант. Как я уже сказала в самом начале этого видео, мы задумываемся над тем, чтобы поменять диван. Дело в том, что мы сюда вдвоём не помещаемся. Не можем нормально оба лёжа смотреть всякие фильмы и сериалы. Также неизвестно, что произойдёт с тренажёром. По идее, мне нравится его местоположение, потому что удобно заниматься на лептическом тренажёре и что-нибудь смотреть. Например, YouTube или какие-нибудь документальные видео. Но проблема в том, что он, конечно, портит весь дизайн гостиной комнаты. То есть это то, над чем придётся задумываться. Здесь у нас бар. Собственно, с момента съёмки видео про гостиную комнату не изменилось ничего. Ну что, я надеюсь, что вам было интересно посмотреть это видео. Если вам понравилось, ставьте пальчики вверх. До новых встреч! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok